Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас среда, которая предваряет Non-Farm Payless, среда, на которую выпал отсчет по EDP, традиционно за ровно две торговые сессии до основного релиза, который посвящен американскому рынку труда. В 15.15 сегодня эта статистика. Разумеется, видя то, что происходит с долларом в последней торговой сессии, мы прекрасно понимаем то, что сегодняшний релиз будет чуть ли не определяющим для дальнейшего поведения американца. Если разобрать конкретную ситуацию, которая складывается сейчас на рынке финансовых активов, я предлагаю не нарушать нашего сценария, поскольку мы говорим о всех основных валютных инструментах, которые представляют интерес для трейдеров, специализирующихся буквально на любом новостном фоне, посвященном финансовым активам. Поэтому сегодня мы давайте традиционно начнем с черного золота и того, что же у нас демонстрирует нефть. Ралли восходящего характера, бычий ралли. Укрепительная динамика сохраняется, как мы сами и предполагали. Этот рост будет еще, наверное, продолжен дальше, поскольку очень серьезный новостной фон, который лег в основу этой восходящей динамики, продолжает резонировать в стоимости актива. Трейдеры продолжают обсуждать те договоренности, которые были достигнуты по итогам встречи странных спортеров нефтьопеков в прошлую среду. И если в основу дальнейшего, собственно, в основу фона положены ожидания того, что в конце ноября, 30 ноября в Вене, опять же, представители ближневосточного картеля уже четко распишут дорожную карту, кто из регионов будет сокращать производство, в каком объеме. Это поддерживает, опять же, идею того, что рынок постепенно смещается к своему балансовому состоянию между спросом и предложением. Мы с вами традиционно копаем гораздо глубже многих и понимаем то, что одних ожиданий, может быть, сейчас и достаточно для того, чтобы оправдать как косочные ралли. Но, между тем, без отсутствия фактических решений говорить о том, что это полноценный разворот по нефти, который будет знаменовать переход, собственно, к более высоким ценовым значениям с формированием нового восходящего тренда. Мы этого, конечно же, не делаем. Но вы помните, что как только мы стали свидетелями вот этого прогресса по потенциальным переговорам, который еще, собственно, поступил на рынок и был обозначен на нем прошлую среду, предположили то, что лучше сейчас сделать ставку на как косочный рост, чтобы использовать потенциал этого восходящего движения. Поэтому наша цель, как и несколькими днями ранее по бренду, как косочный, остается на отметке 52 с половиной доллара за баррель. Это как раз тот локальный максимум, который был протестирован несколько месяцев назад. Вчера, помимо того, что трейдеры катались, опять же, на этих договоренностях, как очевидный позитивный момент для рынка нефти, многие обратили внимание еще и на рядовую статистику по запасам нефти США. Сначала у нас традиционный во вторник отчет Американского института нефть API, судя по цифрам, минус 7,6 миллиона за прошлую неделю. Конечно же, учитывая повышенный внутренний спрос, такая статистика вроде бы как не должна вызывать вопрос. Но то, что она провоцирует позитивный ралли, мы к этому уже привыкли. Более того, большая реакция трейдеров будет, безусловно, на официальные данные, которые будут сегодня в 17.30 по московскому времени. Поэтому, если мы получим похожий отчет с Американским институтом нефти, то есть сокращение запасов превысит 5 миллионов баррелей, тогда восходящая динамика по бренду продолжится. Но, как я уже и говорил, у нас есть целевой ориентир, скажем, экстремум, на который мы с вами ориентируемся, это 52,5 доллара за баррель. После чего, считая то, что бычья ралли выдохнется, и мы сможем даже наращивать короткие позиции с целью снова закрепления ниже 50 долларов за баррель. В качестве дополнительного позитивного фона можно еще отметить комментарии Ирана о том, что к марту 2017 года будут достигнуты какие-то новые договоренности по ограничению добычи. Не совсем понимаю, о чем идет речь, но каких-то дополнительных комментариев по этому поводу не последовало. Но они оказали свое положительное воздействие на динамику нефти, поскольку буквально после того, как они появились на рынке, мы увидели повышенный спрос на позиции как WJ, так и Brent. Российская валюта 62,55. Как мы с вами и предположили, уровнем ближайшей поддержки, до которой пара вряд ли доберется, является значение 62. И то, что вчера Brent активно рос, а российская валюта больше даже сдавала позиции, подтверждает наше предположение, что сейчас мы находимся на пиковых рубежах укрепления рубля. Да, мы можем говорить о том, что вектор незначительного локального укрепления российской валюты продолжится, поскольку сейчас рубль получает поддержку от по-прежнему жесткой монетарной политики, от притока иностранных инвестиций в расположение российских активов. И здесь есть позитивный момент, связанный с тем, что грядет глобальное переиспределение инвестиционных ресурсов по причине, опять же, неясности ситуации с Deutsche Bank. И Brexit, который, как вы прекрасно могли заметить по тому, что показывает фунт в последние дни, является сейчас, может быть, одной из основных тем. Может быть, даже более интересной, чем перспектива повышения процентной ставки в рамках американской экономики. Если до этого переиспределения действительно дело дойдет, тогда российские активы, продолжая пользоваться спросом, смогут скумулировать еще больше эффективности. И, опять же, приток новых средств будет оказывать дополнительную поддержку рублю. Но, как я уже отметил, вряд ли эта поддержка будет способствовать тому, чтобы пара USDRAP пробилась ниже 62. Поэтому, снова призываю вас к тому, чтобы рассмотреть текущие значения как первоклассная возможность поспекулировать на среднесрочные и долгосрочные длинные сделки с возможностью получить профит даже в торговле без плеча не меньше 10% до конца, хотя поменьше, от 6 до 7% до конца 2016 года. То есть, времени остается совсем чуть-чуть, а потенциал профита значительный. Ну и, разумеется, если речь идет о торговле с плечом, здесь можно говорить о потенциальной прибыли, которая будет в разы превосходить. Тот ориентирный, который я вам сейчас предложил посматривать. Другие валютные пары. Евро против доллара. Вчера мы видели, как европейская валюта продолжила снижение. Диапазон хода был несколько шире, чем в последней торговой сессии, что указывает на то, что давление на евро сейчас серьезно возрастает. И, в частности, если отметить локальные минимумы, то они были сервисированы на отметке 1.11.37. Откуда потом последовал локальный откат, который продолжается и сейчас. То есть, в целом, поддержка 1.11.50 продолжает держаться. Еще с августа мы понимаем, что нужен дополнительный триггер. Но, поскольку волатильность последних торговых сессий указывает на то, что риск реально находится под серьезным прессом, при сохранении повышательной динамики в рамках доллара, я думаю, что эта поддержка 1.11.50 очень легко и быстро пойдет. Вчерашний новостной фон по евро. Чем он был интересен? Во-первых, это комментарии главного экономиста Европейского центрального банка Питера Проета, которого мы знаем. И вы помните, что в 2016 году он раза 3-4 провоцировал серьезную волатильность. Но, прежде всего, нисходящего характера. И вот в этот раз снова его комментарии оказали такое же давление, как и раньше. В частности, что он отметил? По мнению Питера Проета, сверхагрессивная монетарная политика европейского регулятора будет сохраняться в течение более длительного периода времени. И, по крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ не достигнет целевого показателя по инфляции в 2%. Но мы с вами понимаем, что если это и случится, то не раньше, чем через полтора года. И это же понимают многие другие участники рынка. Поэтому такие сроки ожидания позволили предположить, что, быть может, Европейский центральный банк действительно в перспективе ближайших кварталов рассмотрит возможность более агрессивного выкупа активов для того, чтобы сократить сроки активизации потребительской активности. Я считаю, что мы в праве по-прежнему рассчитывать на то, что ЕЦБ еще не закончил с новыми экономическими стимулами, которые по-прежнему возможны, вероятны и вполне актуальны. Вчера вышел также отчет еще по индексу цен производителей, который я предложил вам анализировать с точки зрения влияния на будущие показатели по инфляции. Мы с вами рассчитываем увидеть слабые цифры, и наш расчет оказался верен. Потому что индекс цен производителей просел как в месячном, так как в годовом выражении. Месячный минус 0,2% против прошлого роста на 0,3. Годовой спад минус 2,1. Серьезные, конечно же, плохие, негативные цифры, сигнализирующие о том, что низкая инфляция остается одной из ключевых проблем для еврозоны. Ну вот, собственно, может быть, именно она станет определяющим фактором для того, чтобы ЦБ провел большую решительность в ближайшее время. Ну и, безусловно, еще одним фактором давления на евро выступил рост доллара. В частности, очень сильное влияние на рынок. Мы вчера оказали комментарии представителей ФРС Лейкера о том, что американская экономика сейчас вполне готова к тому, чтобы столкнуться с повышением процентных ставок. И более того, по версии Лейкера, на текущий момент ставки должны быть не на текущем значении 0,5%, а уже в районе 1,5%. Поскольку речь идет о таком значительном жестком размахе по диапазону потенциального разгона косочных оставок, трейдеры, конечно же, отреагировали на это в позитивном ключе, потому что продолжают верить, что макроэкономическая статистика в конечном счете простимулирует позицию большинства голосующих членов в пользу того, чтобы они нормализовали денежно-кредитный курс до конца 2016 года по итогам декабрьского заседания. Как действуем по евро дальше? Сегодня у нас в центре внимания будет статистика по США. Мы понимаем то, что доллар останется ключевым катализатором. Но из европейского фона можно еще обратить внимание на отчеты по индексам деловой активности в сфере услуг Германии и еврозоны. Безусловно, статистика может либо превзойти прогнозные значения, либо оказаться хуже. Но, наверное, какую бы цифру мы с вами не увидели, все равно стоит рассчитывать на один сценарий – это ослабление позиций евро. поскольку сильный отчет вряд ли перевесит и переселит тот негатив, который сейчас распространяется по европейскому рынку из-за ситуации с Deutsche Bank. А если мы увидим еще и слабые цифры по индексу в сфере услуг, тогда это еще раз подтвердит о том, что валютный блок в целом продолжает обрастать этими экономическими проблемами. Поэтому, если вы не успели прокатиться на коррекционном ралли по евро-доллару, еще не все потеряно. Точнее, еще практически ничего не потеряно. Мы в самом начале коррекционного пути, не обращайте внимания на лакальные выпады, которые появляются. В целом, евро обречен на нисходящую динамику. И если вы посмотрите на инвестиционные банки, которые в принципе являются лидерами мнения во всей финансовой индустрии, в частности, JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Citi, BNP Preball, вы сможете убедиться в том, что они все, а буквально без исключения, считают, что европейская валюта – это как раз тот самый аутсайдер, который еще себя не проявил. Наша цель остается неизменной. Это отметка 1.10. Я полагаю, что до конца этого года мы точно сможем добраться до этого рубежа. Значит, сейчас нам нужно пробить, конечно же, поддержку 1.1150. Фонд против доллара. Фонд остается в числе аутсайдеров. Мы видим то, что нисходящая динамика сохраняется. По итогам вчерашней торговой сессии был переписан 31-летний минимум. Локальное минимальное значение составило ниже 1.2750. Сейчас актив торгуется против доллара на отметке 1.2731. Наша с вами долгосрочная цель наконец-таки достигнута. 1.28 – это то, что уже где-то вверху находится. Я надеюсь, что вы получили солидный профит и, в принципе, должны благодарить за это прежде всего только себя, поскольку не верили в тот позитив, который все-таки на рынке с точки зрения статистики присутствовал и руководствовались четким, долгосрочным или, лучше сказать, среднесрочным позиционированием того, что в отношении фунта на определяющую тему будет бризис. А она никак уж не создает возможности для укрепления позиции этого валютного актива. То есть не обращали внимания на локальный интерес к фунту, продолжали продавать и от осела привели к тому, что мы добрались до нашей планки 1.28. Следующий уровень – 1.27. Поскольку рынок продолжает активно реагировать на последние комментарии премьер-министра Англии Терезе Мея о том, что 50-я статья Лиссаборского договора будет инициирована в ближайшем месяце, то есть до марта 2017 года, я думаю, что то ли еще будет, поскольку неопределенность с этим будет только возрастать и мы понимаем то, что действительно Англия как раз постепенно погружается в ту самую плоскость и, скажем, область неопределенности, которая ранее была обозначена и с которой еще английская экономика не сталкивалась. Непонятно, как будет действовать правительство Англии дальше. Сейчас мы видим то, что не очень много доверия и перезимы, поскольку у нее еще не было возможности проявить себя во всей красе, но на текущий момент каким-то основополагающим железобетонным лидером она себя еще не показала. Поэтому политические риски, они также сохраняют свою актуальность, что будет выступать причиной давления на фонд. Если вам нужна долгосрочная цель, то в качестве таковой я предлагаю уже посматривать на то, чтобы пара фонд-доллар сместилась в район 1.25. Из отчетов сегодняшнего дня в 11.30, буквально через 1.45 выйдут данные по индексу радиоактивности в сфере услуг. Вы помните, что в понедельник у нас была промышленность, вчера у нас было строительство, отчеты очень хорошие, но рынок их полностью проигнорировал. Конечно же можно предположить, что то же самое будет и сегодня. Но я хочу обратить ваше внимание на следующий момент, потому что речь идет о сфере услуг, которая делает более 80% экономического роста. Это очень сильный отчет. Плюс ко всему мы уже очень глубоко сходили по паре фонд-доллар, и я допускаю, что если мы сегодня увидим хорошую статистику, фунт может порадовать и тех трейдеров, которые делают ставку на еще усиление позиции этого актива. Поэтому моя рекомендация сводится к тому, что сегодня можно попробовать использовать и потенциал краткосрочного роста фунта. Если выходит хорошая статистика, то полагаю, пара фонд-доллар сможет прибавить от 50 до 70 пунктов. Согласитесь, солидный ориентир в рамках торговой сессии. После чего можно будет снова разворачиваться вниз и оставить на тестирование и пробой поддержки 1,27. Доллар японская иена. Как я уже отметил, доллар пользуется солидной поддержкой. Эта поддержка сохраняет актуальность и сейчас. Против иены мы уже практически тестируем запротивление 103. В начале этой недели я дал ясно понять, что 103 является ориентиром, который будет протестирован в случае хороших данных по американскому рынку труда. Но мы уже идем с опережением. EDP сегодня только в 15.15. А фактически пара USD иена. Котировки актуальны 102.88 в одном шаге от того, чтобы пробить этот уровень важнейшего сопротивления. Если ситуация не изменится, пока предпосылок нету ровным счетом никаких, то до конца этой недели мы сможем пробиться по USD иене даже до отметки 104. Почему бы и нет и замокнуться уже на отметку 105. Нужно использовать ту ситуацию, которая на рынке сформирована. И в данный момент это ситуация, указывающая на то, что доллар остается лидером роста и теснит позиции своих основных конкурентов. Поддержка пришла со стороны комментариев Лейкера, как я уже отметил, о том, что ставки должны быть повышены. Буквально несколько часов назад завершилась конференция еще одного представителя ФРС Эванса, который в принципе известен своими жесткими комментариями. Он отметил, что трейдерам не нужно сомневаться в том, что в декабре ставка будет повышена. И более того, повторил то, что ранее мы слышали от Джанеты Елен и Лоретты Мейстер о том, что даже по итогам ноябрьского заседания есть шансы при сохранении позитивного тренда на рынке национальной и макроэкономической статистики все-таки дождаться подобных решений. Поэтому интерес к доллару будет только усиливаться. Плюсом для американцев выступает еще разница доходности между японскими и американскими облигациями. Эта разница создает возможность для дополнительного притока именно средств в американские трежерис, что будет и дальше подстегивать рост американцев. Сегодня в 15.15 отчет EDP. Ждем хорошие цифры по американскому рынку труда и ждем, что эта статистика будет предварять не менее сильный отчет по Non-Farm Parals и станет дополнительным бустом для роста доллара против иены. И в 17.00 еще отчет по индексу делактивности в сфере услуг по версии ISM. Сильный релиз, сильная статистика. Ее тоже нужно обязательно будет проанализировать. Не упустите и этот индикатор американского рынка. Я надеюсь, что он также будет выдержан в таком положительном ключе и придаст дополнительное ускорение доллару. Из других валютных пар хотел выделить еще новозеландца. Мы с вами ставили на ослабление, которое может произойти буквально в считанные дни. За вчерашнюю торговую сессию новозеландец против доллара потерял около 100 пунктов. Актуальные котировки на текущий момент 0.71.83. Мы постепенно с вами идем к нашей цели 0.70. Помимо роста доллара против новозеландской валюты выступил провальный аукцион на молочную продукцию. Как вы знаете, именно молочная сырье является основным экспортным товаром для новозеландской экономики. Минус 3% по стоимости против прошлого прироста на 1.7. Реакция тут же последовала. Трейдеры стали распродавать этот инструмент, поскольку экономика буквально на глазах лишилась потенциально не меньше 0.1% по экономическому росту. Может быть, это еще один сигнал в пользу того, чтобы Резервный банк Новой Зеландии стал бы руководствоваться такой же мягкой риторикой, как и Резервный банк Австралии, касательно перспективы прогнозов снижения процентной ставки. Продолжаем распродавать новозеландцы. Цели мы с вами поставили. Доллар канадец сейчас торгуется на отметке 1.3186. Видим то, что канадская валюта не укрепляется даже вслед за ростом котировок на нефть. Это явно указывает на то, что сейчас определяющий в этой валютной паре является именно доллар. И плюс ко всему трейдеры прекрасно понимают, с каким слабым макроэкономическим фоном сейчас имеют дело по Канаде. Сегодня в 15.30 выйдут данные по торговому балансу. Я предлагаю наибольшее внимание обратить внимание на показатель экспорта. И в случае его просадки мы с вами еще раз убедимся в том, что экономическая конъюнтура продолжает украшаться, что выступит еще одним сигналом в пользу потенциального дополнительного снижения процентных ставок. USD свиси сейчас у нас торгуется на уровне 0.9783. И здесь также двигаемся с повышением благодаря доллару. И идем к нашей долгосрочной цели, которая маячит в районе паритета. Из важных отчетов сегодняшнего дня повторяюсь. 15.15 EDP. Ждем осильного релиза по американскому рынку труда. Ждем поддержки для доллара. 17.00 статистика по активности в сфере услуг по АСМ и производственные заказы по США. То есть целый блок релизов американского происхождения, которые могут привести к очень серьезному росту американцев. И в 17.30 запасы нефти в США в случае, если оценка АПИ Американского института нефти будет подтверждена, то есть запасы снова снизятся, тогда восходящее движение по бренду продолжится и мы сможем уйти в район 52 долларов за баррель. Однако, если запасы будут сигнализировать о росте, тогда на рынке появится локальный фактор, который станет причиной, из-за которой бренд может отступить в район 50 с половиной долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня. Тренд. Величина бонуса 15% действует до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени в режиме онлайн через перископ. Поэтому, если есть возможность, подключайтесь именно на прямом эфире. Если нет, то запись на нашем официальном канале на YouTube доступна буквально через час после прямого эфира. Поэтому, не забывайте о том, что весь видеоконтент у нас доступен как раз на YouTube. Заходите, подписывайтесь на этот канал, чтобы быть в курсе всех новых видео. Оставляйте ваши вопросы, комментарии. Ну и, конечно же, оставьте ваши лайки. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Давайте продолжать ловить рост американца. Ну и увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...